Найдите модуль ускорения тела массой 2,5 кг под действием 4 приложенных к нему сил. Смотри рисунок. Если А. Сила F1 равняется силе F3 и равняется силе F4, все это равняется 20 Н. Сила F2 – 16 Н. Б. Сила F1 равняется силе F4 и все это равняется 20 Н. Сила F2 – 16 Н. Сила F3 – 17 Н. Для начала запишем дало. Масса груза равна 2,5 кг. Часть А. Сила F1 равняется силе F3 и равняется силе F4 и все это равняется 20 Н. Сила F2 равна 16 Н. Часть Б. Сила F1 равняется силе F4 и все это равняется 20 Н. Сила F2 равна 16 Н. сила f3 равна 17 ньютонов. Найти ускорение a1 и ускорение a2. Перерисуем наш рисунок. Дорисуем оси. Напишем второй закон Ньютона. Равнодействующая всех сил равна произведению массы на ускорение. Эту формулу нужно знать. Рассмотрим ось OX. Найдем итоговую силу fx, которая действует на оси OX. Для этого из силы f4 нужно вычесть силу f2, так как f4 направлена по направлению f2 против. По оси у найдем также итоговую силу по оси у. fy равняется сила f1 минус сила f3. Сила f1 направлена по оси пишем со знаком плюс. f3 против пишем со знаком минус. Так как сила f1 равняется силе f3, отсюда следует, что сила fy будет равняться 0. Тогда равнодействующей всех сил f будет равняться силе fx, то есть f4 минус f2. Тогда равнодействующей всех сил это f4 минус f2 равняется произведению массы на ускорение a1. Выразим отсюда ускорение a1. Ускорение a1 будет равняться f4 минус f2 знаменатель m. Подставим сюда наше значение и найдем результат. Сила f4 это 20 ньютонов минус силы f2 16 ньютонов. Знаменатель масса. Масса 2,5 килограмма. По счетам получаем 1,6 метра на секунду в квадрате. Часть b. Сделаем схематический рисунок. Также дорисуем оси. Ось ox. Найдем итоговую силу, которая будет действовать по оси ух. fx будет равняться сила f4, так как она направлена по оси, пишем со знаком плюс, минус f2. По оси у. Итоговая сила у будет равняться f1 минус f3. Перерисуем наш рисунок с итоговыми силами fx и fy. Рассмотрим треугольник ABC. Это прямоугольный треугольник. И мы можем записать теорему Пифагора. Квадрат гипотенузы это сила f равняется сумме квадратов его катетов. fx в квадрате плюс. А сторона AB будет равняться стороне CD, так как четырехугольник ABC это прямоугольник. Плюс fy квадрат. Выразим отсюда равнодействующие всех сил. ffx квадрат плюс fy квадрат. И все это под корнем. Тогда по второму закону Ньютона равнодействующие всех сил это f равна произведения массы на ускорение А2. Выразим отсюда ускорение А2. А2 равняется сила f деленная на массу. Подставим сюда нашу силу f, которую мы получили ранее. Это fx квадрат плюс fy квадрат. Все это под корнем. Знаменатель масса. Тогда ускорение А будет равняться корень квадратный. fx это f4 минус f2 в квадрате. Это мы получили ранее. Плюс fy. fy также получили ранее. Это f1 минус f3. Все это в квадрате. Знаменатель масса. Подставим сюда наше значение и найдем результат. 2 метра на секунду в квадрате. Запишем ответ. Часть А. Ускорение А1 равняется 1,6 метра на секунду в квадрате. Часть В. Ускорение А2 равняется 2 метра на секунду в квадрате. Задача решена. Спасибо за внимание. Не забывайте подписываться на наш канал и ставить большие пальцы вверх.